Руководство Приднестровья обратилось за помощью к России за давление со стороны Молдавии. В Тирасполе прошел съезд депутатов всех уровней, где была принята резолюция с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. В документе, в частности, говорится принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса, гаранта и посредника в переговорном процессе. Участники съезда выразили обеспокоенность из-за блокирования переговорных механизмов, усиления политического и экономического давления, нарушающие права и интересы Приднестровья. Как отметил Вазагов, от России Приднестровье в первую очередь ждет дипломатической поддержки в урегулировании отношений с Молдовой. Руководство Приднестровья заботится о защите интересов своих граждан, в том числе граждан России, которые там находятся. Приднестровье обратилось в первую очередь к той стране, которая действительно может оказать им помощь Российской Федерации. Учитывая, что Россия в Приднестровье обеспечивает мир, там ее миротворцы, кроме того, Российская сторона принимает участие в переговорном процессе, и плюс на территории Приднестровья проживает порядка более 200 тысяч российских граждан. Конечно же, эти факторы играют весомую роль, и со стороны России прозвучало пока что заявление, направленное на поддержку Приднестровья. Я думаю, что будут приниматься и меры другого характера, с тем, чтобы как-то оказать поддержку республике, которая сохраняет свою пророссийскую ориентацию, несмотря на блокаду, несмотря на враждебное окружение и так далее. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в отношении непризнанной республики на протяжении 30 лет осуществляется экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка. Красносельский назвал это признаками геноцида. Это мы обеспечиваем права и свободы. Это мы обеспечиваем защиту собственности и защиту предпринимательской деятельности. Это мы обеспечиваем со своей стороны продолжение перегорного процесса, выплаты всех социальных обязательств и обеспечиваем мир на Приднестровской земле. Очень смешно выглядит заявление некоторых должностных лиц Молдовы, что Молдова выплачивает пенсии, пособии и зарплаты приднестровцам. Это ложь. Только Приднестровский бюджет это делает. Это вся нагрузка на всех жителей Приднестровья. Мы выполняем свои социальные обязательства. Между Южной Осетией и Приднестровско-Молдавской республикой сложились тесные отношения. В 2006 году был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке. Также в 2012 году был разработан и подписан еще один договор, который направлен на укрепление военной безопасности, взаимное информирование о вызовах и угрозах национальной безопасности. Кроме того, внешнеполитические ведомства регулярно обмениваются дипломатическими нотами. Лена Газаева, Замат Кудзев, информационный выпуск «Сегодня».